Уборка риса полным ходом идет в области ЖТСУ. В среднем с гектара рисоводы собирают от 35 до 40 центнеров. Однако есть и ряд проблем. Гульнар Жантасов расскажет подробнее. На одном колоске должен быть 120-130. Это хороший результат. На участке бригадира Леонида Тена в этом году урожай удался. Колос налил сладобротный, да и семена не подвели. Раньше в Каратальском районе было опытное хозяйство. Выводили адаптированные к семеречью сорта риса. Затем его расформировали и качество из года в год стало снижаться. В данный момент никто не занимается семенами. Поэтому вынуждены были поехать к Лаварду купить. Результаты хорошие. Выбрали именно лентарь. Регистрационный период там поменьше, поэтому успевает. Урожай хороший дает и качество семена хорошие. С круга здесь собирают по 35-40 центнеров зерна. По сравнению с прошлым засушливым летом в этом ситуация получше, говорят аграрии. Но если бы решилась проблема с нехваткой воды, объемы были бы намного выше. За 30 лет посевы риса в Каратальском районе сократились с 6 тысяч до 1 тысячи. Главная проблема – нехватка поливной воды. К примеру, чтобы полить этот рисовый чек, необходимо 40 тысяч кубометров воды. Арман Ахметов под рис ежегодно засевает около 200 гектаров пашни. Мог бы и больше площадей освоить. Но отсутствие должного полива связывает руки. Сетует рисовод. Несколько районов нашей области питаются с одной реки из Каратала. Один из годов мы вообще из 500 гектаров потеряли 250 гектаров урожая, потому что нам не хватило воды. Поэтому мы сейчас минимизируем риски и сеем с каждым годом все меньше и меньше. Если мы будем сокращать посевы риса, земля будет уже деградировать, от земли ничего не останется, соль выйдет наружу, ничего не будет расти. Общая площадь всех сельхозземель в Каратальском районе составляет больше 22 тысяч гектаров. Их питают два магистральных канала, построенных еще в 40-х годах прошлого столетия. Общая протяженность – почти 2000 километров. В этом году началась очистка одного из них. Вооружение для нас, просто монтажем из старших золота, 163 километра. Первым этапом запланирована очистка канала всего 484 километра. Сейчас механическая очистка проведена на протяжении 193 километров. Началась замена лотков и шлюзов. Кроме того, через областное управление сельского хозяйства выделили дополнительные средства на очистку еще 178 километров. Все работы планируем завершить до 2025 года. Это позволит ввести в оборот дополнительно еще 3000 гектаров площадей. Сейчас такие же работы ведутся и в Козлагарском массиве Аксузского района. После их завершения здесь будет освоено больше 6,5 тысяч гектаров сельхозземель. Тогда общая площадь орошаемой земли в области ЖТСУ увеличится почти до 210 тысяч гектаров. Ульнар Жантасова, Хуануш Тургенбаев, Хабар, 24, область ЖТСУ.